Ах, Вернисаж, какой пассаж! Случайно встретила я вас, но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке картин, сюжет отсутствует один. Где вы вдвоем, где вы со мной? Мы в Измайлово. Мы с новым движемся к Вернисажу. Мы снова идем с вами верным путем, с любимыми тропами. Утро, 9 часов утра. Видите, 9 часов, и активность уже более насыщенная и по продавцам, и по покупателям. Вот у нас самое начало, прямо издалека, а там все в дынке. Видите, весь Вернисаж и дынки. Вот такие туфельки, все в стразах, сверкающие, 200 рублей. Какой, кстати, размер? 37. Заберу. В 9 часов их отсюда прогоняют. Смотрю, они все собираются. Вот женщина сказала, что мужчина проходит. Что их прогоняет, господи? Идите на рынок, говорит, туда, в центр. Вот там сейчас все занято, там освободится только позже все. Ну и вот поэтому они, видите, потихонечку идут все-таки сюда, за ворота. Там, конечно, есть место, но люди уже встали, господи, ну какая разница. Вот толкаться здесь. Так, ладно, пойду отсюда. Один из вариантов, для чего можно купить эту пиратскую мордочку. Ну, на спину пиджака повесить. А другой, вот когда, допустим, показ, то она мне дает личную гримерку, конечно. И вот на гримерке на двери висить. Пираты, не заходите. Опасно. Здесь вот такая есть баночка. Прикольная. 500 рублей она. Сломаны две ножки. Это получается третью ломать, чтобы вообще как-то этим пользоваться. И ручка здесь отломана. Ну, а так вот, конечно, приколюшка. Такие вещицы люблю. Это мы с вами уже видели, приобретали. Стоят у меня в баночке. Кисловодск. Ой, какой хорошенький домовенок с мышью. Дулёва. 7 тысяч. Да, конечно, и осторожно. 57-й год. Красивая вещица. Град. Да-да-да, я видел. А, вот это? 19-й век, япония, сказанная. А стоимость? Красивая. А стоимость? 8 тысяч. 8. А такие? В серебре вот. Да, в серебре. А цена? Подсвечиваю. Цена какая? 3 тысячи. Светлана сидит здесь. Говорит, королева за королевой ходит рядами здесь. Караваны. Караванами королевы. Сколько развелось королев нынче, да? Ну, это благодаря тебе. Так вот. Или в общем, самооценку поднимаешь. А что может быть лучше вообще в жизни? Конечно. Я смотрю, у тебя сегодня новинок много. Ну, только статуэточка. Уже забрали, кончу. Собачку вижу вот эту, интересно. Собачка была. Она просто такая скромненькая, пластиковая, крашеная. А, это пластик? Да. А вот это что такое? Ну, это Болгария. Вот это? А, это нет. Это вначале, знаешь, для каких? Его затискали. Это для эмали. Царизм, царский альбомчик. В него были вот эмали вставляли, видишь? Вот его так за это, что он уже вид потерял, понимаешь? Так жалко. И здесь была вот эта застежка. Фипочка. Да, фипочка тоже нет. Ну, это Болгария. А вот эти две статуи, три? А эти три, ты знаешь, это не Германия и не Англия. Это Шри-Ланка. Там, оказывается, делали многие вещи у лицензии. Представляешь, Индия была колония Англии, и у них было производство фарфора, а, оказывается, Шри-Ланка работала на Англию, как делала. Лицидионный стеклянг. Угу. Почем они? Смотри, по четыре. Там моя большая четыре. Маленькая. Скорайте вот там. Ну, все, работаем, все, работаем. Часики 70 тысяч. Места много, не заберем, а за грех. Ну, что это? Что снимаю сегодня, не вижу. Размыто, да? По-моему, было размыто. На ходу. На ходу? На ходу. Все работает. Это такое, да? Два царских замочка, смотрите. Конечно. Кстати, тебе одной. Семь дам. И вот еще меньше. А этот с пириной, похоже. И на нем надпись, кстати говоря, есть. Разглядели вы? Нет, я вот не пойму. Уэс, потом что-то, но не Петербург. Твердым знаком заканчивается. Интересная штучка. Шесть пятьсот. Серебренная. Красивая, да. Как раз на мой буфет поставить, который я вот сейчас купил. Под раковину делать. Ставить. И на нее посуду складывать. Было бы здорово. Ну, шесть пятьсот не готов выкладывать, если честно скажу. Хоть и нравится. Ползуночки на нее одели. На поверх парчевое почти вечернее платье. Какая-то несостыковочка. Рамка здесь вот такая интересная. Четыре тысячи стоит. Медвежонок. У меня подобный. Тысяча пятьсот вот этот. Ух ты, коса у нее какая. А чья это статуэтка? Вы снимать не будете? Я снимаю. Вот не надо снимать. А чья она? Там запретили снимать. Я говорю, столько клиентов вам приходит. Не буду куда-то входить к вашим столам. Ну, и не нужно. Ну, и до свидания. Сейчас подойду. Я уже подходил. Пятнадцать тысяч. Жердинерка. Моя мечта. И смотрите, какое интересное здесь. На ракушке вырезано все. Рисунок вот этот. Дама. И сделано в светильник. Прикольная штучка. Очень энтуражная. Там наши знакомые. Сейчас подойдем к ней. Видел меня, говорит, Ванечка, ты мне нужен. Так, ну, тоже вот мечта. Пока ничего не нашел такого топового, чтобы и любо и дорого. Ну, пойдем искать только что я. Начало самое. Только что зашел. Ага, сейчас вот сюда подойду. Какой портрет красивый здесь. Уже эти открыты все норьки. Вон, их много. Просто прошел уже. В общем, иду по старому пути, по привычному. Там прошел все. Ничего не нашел для себя. Пришел сюда в начало. Привычное начало. Видит, сколько людей. Не знаю. Вот это, считаю, находочка. Такой качественный, хороший совочек. Прекраснейший. За 200 рублей. Конечно же, забираю. И вот этот цвет зеленый. Деревянная ручка. Даже не мечтал. Просто шикарнейший. Ура, королевы. У меня находка. Ну, правда рад. Такая прелесть. Не видел такого ни разу. Вот это качество. И он такой манерный. Просто шарман. Забираю. Здесь еще есть шумовки. А вот, кстати, есть для книг. Подставочка. Все, рассчитываюсь. Так, вот эта книга у него. У него же, у кого я беру совочек. 50 рублей. Вот, хороший человек. Цены нормальные. За 50, конечно, заберу. Таким удовольствием я сегодня выброшу свой пластиковый совочек. Потому что я приобрел на крутоту. Крутоту. Смотрите, здесь Илья Муромцы. Вот такие три открывашки. Предполагаю, что они во что-то вставлялись. К Феде подошел. Здесь его непристойность. Уберем их в сторону. У него бусы Мурана есть в наличии. Но сегодня, наверное, купят и вот эти чехословяки. Чехословакия, синенькие. Сегодня солнце такое мощное, поэтому я не вижу, что снимаю. Может быть, мутное. Потому что для меня приготовил. Он только раскладывается еще. Ну да, хорошие бусики-то. Дырочка 700 рублей. Вот понравилось. Так, она качается, шатается. Ну, в принципе, форма хорошая. Если никто не заберет в конце дня, то подойду. Может быть, заберу. Просто с ней ехать не очень ловко. Надо быть на такси домой уже, не на метро тогда. Ладно, иду дальше. С Ведей пообщались. Он там тоже будут подарочки. Я говорю, Федь, потом, потом. Там у него целая шкатулка. А на самом деле он мне дал очень много там всего. И оно все я складываю в один пакет. И мне нужно для вас все это отснять. Там целая, целая. Целый склад. Целая сокровищница. Спасибо. Салфетки за 200 рублей отдает человеку. Это салфетки на стол. Я понимаю, конечно. Можно на стены вешать их или как? Ну да, кстати, да. А можно и вот, кстати, да. Пришить на платье, на юбку. Кстати, хорошая идея. Это не новые. Поэтому заберу. Так бы я не брал, как салфетки. А вот как по центру блузки, допустим. За 2, да? За 2 200? Забираю тогда. Получается, мне теперь нужен вот такой глубокий таз. Есть такие маленькие, не глубокие. А мне вот это большой. По-моему, 1500-14 на авито такие стоят. Здесь не знаю, какой ценой. Сейчас спрошу. 500, здесь он стоит. Не-не-не. Я пробую. Чунга-чунга. Лето круглый год. Чунга-чунга. Песенку пою. Чунга-чунга. Дури-ту-ту. Дури-рури. Помню, в детстве. Переделывали, да, эту песню? Ой, слушайте, какие часики здесь. М-м-м, закритенье зеленое. Зеленое, что-то я стал зеленое любить. Какую цену часики? 15,5. 15,5. Блин, они мне нравятся. Вставляют ключики. У вас там оконца по бокам. Как они мне нравятся? Нет, ну 15 тысяч, конечно, не готов, но красивые. Блин, ну, понимаете же, мне нужно и ткани закупать. И песни писать. Вот там некоторые короли, которые не короли, пишут мне, типа, песни фигня. Но это меня не смутит, и я не перестала петь. Я буду петь для тех, кому это нравится. Рама здесь, смотрите, какая тяжелая бронза. У меня спрашивают, чем я буду чернить мальчика, которого я там ремонтировал. А я не знаю пока, чем. Нет, у меня вообще-то есть там, только сейчас не помню, как называется. Какая-то смола у меня там есть, я покупал. Как это все для творчества. А вот то блюдо, тоже не знаете? Вот тут три тысячи, а это тысячи... Нет, ну, то дальняя. Вот, которая стоит... Нет, лежит. Латун. Нет, вам надо к ней подойти, это не латун, по-моему. Ну, вот по цветовым гаммаме, как латун. Она сейчас подойдет, ответьте. Ага, да. Она легкая, подвесная. У меня только современная. А, ну, да, да. Какая красивая девушка, какой красивый журнал. Новосибирск, 1955 год. Ну, он что-то такой тоненький, как будто из него листы вырвали. Ну, какая красивая картинка. Боже мой, такая элегантность у этой дамы. Непринужденная. Здесь выбор стульев на этом месте. Это разные варианты, видите? Шесть вариантов. Хотя вот эти два одинаковые. Для разнообразия. Красиво, снимаю всех. Будьте здесь вот тоже такого мечтаю. На Авито два стоят таких. Три пятьсот. Здесь одна из зрительниц. Она говорит, Иван, возьмите вот этот, вот эту туфельку в подарок. Ну, вот, кстати, она старенькая, интересная. Прикольная. Ну, вот, смотрю, вот каждый листочек, все целенькое. За три отдает. Но это не Мэйсон, это Иван. А. Эта тарелочка понравилась. Триста рублей он ее продает. Ну, вот, если ее отмыть, она заиграет, конечно. Вся целенькая, в принципе, почти. Клейм нету. Сердца. Ручки сердца. Рядом с тарелкой лежит вот этот предмет. И вот мужчина говорит, театральная сумочка. Открыл мне ее. Я говорю, это не театральная. Это, мол, какой-то циркуль лежал. Он говорит, нет, это театральная. Здесь не циркуль лежал. Видите, она гармошка здесь. А, этот. Не могу открыть. Говорю, вот здесь циркуль. Это не циркуль, это для перчаток раздвигать вот эта штука. И вот она, видите, чтобы не выпадало, вот так раз и задвинуть. Интересно. Три с чем-то он продает ее. Три с лишним. Но вещь шикарная. Видите, здесь какой уголочек. Вот такого мы с вами еще не видели. Разные штанишки, разные рукава у него. Я иду снимаю, а, оказывается, не снимаю. Говорю себе, говорю, поднос. А камера отключена. Ну, здесь дорого, не буду спрашивать. Здесь дорого. До меня попросила одна из здешних продавцов. Узнать, сколько стоит картина, которая стоит там. Сорликина. Помните такая, которая меня впечатлила очень? Эта картина такая высокая. Сорликина. У нее там, у него на плече крыса сидит, еще что-то там. Короче, у нее квартира в Крыму. Она говорит, Вань, будешь отдыхать в следующий раз в Крыму? Останавливайся в моей квартире. Но надо повесить там эту картину. Будешь там любоваться. Поэтому я сейчас направляюсь в ту сторону, чтобы узнать, сколько же она стоит, эта картина. Если она там не продана. Ух, пеликан какой. А я забрал того пути. Прекраснейшего. Все-таки забрал. Смотрите, какой кабанчик. А чье же это такое производство? Шикарное. Ух ты. Подскажите, а это чье производство? Я не знаю, сколько кабанов стоит. Дулева. Какой же он красивый. Это береза. Элегантный. Он как господин, прям. Кабан. Кабанчик. А, кабан 3 тысячи. 3 тысячи, да. А вот с кроликом. Что? С кроликом. Это сейчас. Это Саша. Такая старенькая тарелочка. Сколько стоит? Ну где сервис стоит? А, 8? А такая? Тарелка? Сережа, тарелочка почем? 10 тысяч рублей. Это с сафроном. Тарелка, 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 т